Всем привет! Меня зовут Ольга. Я вас приветствую на своем канале красота и бисер. Сегодня мы с вами сделаем сережки-узелки. Для выполнения этих сережек я взяла чешский бисер. Смотрите, какой красивый, разноцветный, переливающийся, чарим намыть. И понадобится нам еще два ушка сережки. Я взяла обыкновенную бисерную нить темного цвета, потому что распакованный он как прозрачный, а на темной нити получается, он хорошо соответствует своему оттенку. Для одной сережки мы набираем на каждую, две нити, на каждую нить набираем бисера 15 сантиметров. С каждой стороны этой бисерной нити последнюю и первую бисерину закрепляем двумя проколами. Делаем хорошую заглушку, для того, чтобы плетение не двигалось. И начало этих нитей я взяла на большую иглу, еще и завязала узелком, чтобы не двигалась. А вот где у нас закончилась, я эти две иглы так и оставила. Выкладываем их параллельно друг с другом, вот так вот петелькой. Пара нитей с концом, где у нас большая игла, у нас идет под низ. А пара, которая у нас с иголочками, идет наверх, делаем петельку вот так, еще раз наверх, подготавливаем, куда у нас будут проходить нити, и выкладываем, как кренделечек. Эти две бисерные нити нам нужно пройти ними через эти петли. Мы берем, смотрите, под низ, теперь сверху этих двух бисерных нитей, и выводим вот так. Видите? Вот так нам нужно провести эти две бисерные нити, подтянуть и закрепить. Держим те, которые у нас остались, а эти берем и подтягиваем. И будем поправлять так, чтобы у нас хорошо прошло. Это плетение через наши подготовленные петли, видите? И вот так хорошо поправляем, расправляем, и получается у нас красивая сережка узелочек, видите? Видите, хорошо закрепляла, а оно все равно двигается. Вот, чем лучше у вас вот здесь закрепится, не будет двигаться, тем быстрее и легче вам будет выложить этот узелок. Теперь нам нужно поправить так, чтобы у нас один и второй концы были одинаковыми. В принципе, мы их набрали одинаково, поэтому можно прикрепить ушко и потом выровнять это все. Что мы будем делать? Мы берем каждую теперь нить и соединяем вот так с парой, раз соединим с парой и и прикрепим ушко сережки. Вот я беру любую из этих нитей, одеваю сразу я сережку, чтоб потом не мучиться, прохожу две бисерины, вот так, набираю одну бисеринку между ними, одной ниточкой, а вторая у нас свободная. Значит, мы прошли сережку, две бисерины, набрали одну бисеринку и прошли в две бисерины, откуда мы вышли и закрепили. Теперь я вернусь вот так, на несколько бисерин вперед, сделаю узелочек и обрежу эту ниточку. Так, вперед я прохожу, здесь делаю узелочек, прохожу дальше, через несколько бисерин пройду, чтобы этого узелка не было видно, и можно обрезать. Один конец нити первой пары свободной мы закрепили. Теперь второй конец, одеваем иглу и также проходим, смотрите, две бисеринки проходим, ушко сережки, две бисеринки. Теперь это одна бисерина, которую мы набирали, проходим это по кругу снова, закрепляя ушко сережки. Теперь проходим две бисерины, в эту же сторону, ушко сережки, и получается, проводим иголочку подальше, завязываем узелочек и обрезаем и вторую ниточку. две вторые свободные нити заканчиваем таким же образом, закрепляя их в ушки и заканчиваем сережку. И в итоге мы получили с вами прекрасную пару сережек. Это плетение очень красиво смотрится в любом цвете. Две полоски можно ставить разного цвета. Одну, например, белую, другую черную, бирюзовую, синюю. В любом цвете этот комплект будет смотреться прекрасно. А раньше мы с вами проделывали работу, делали комплект узелки. Если сделать к нему еще и сережки, будет вообще замечательно смотреться комплектом. Пройдите по видео, посмотрите, может вам понравится и вы сделаете себе комплект. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok